Севастопольские власти всерьез задумались над решением дорожных проблем. 20 октября в здании законодательного собрания Севастополя состоялась рабочая встреча представителей исполнительных органов государственной власти и городских депутатов. Цель собрания – выработать план совместных действий по скорейшей оптимизации транспортных потоков Севастополь. Депутат Илья Журавлев считает, что над городом нависла угроза транспортного коллапса. Если кто-то до 9 часов утра не проскочил в какое-то направление, наверное, часам к 11 куда-то доберется. Поэтому и средства, выделяемые на эту программу, достаточно серьезные по всем пониманиям этого вопроса. Поэтому, безусловно, если результатом реализации данной программы будет устранение транспортного коллапса, безопасность дорожного движения, удобство и комфортность транспортировки севастопольцев из точку А в точку Б или в другие точки города Севастополя. Свои предложения по сложившейся ситуации изложил депутат Михаил Михайлович Аллен. Он считает, что в городе реально существующее количество машин давно не соответствует официальным показателям. А это значит, что модернизация транспортной инфраструктуры может быть искажена. Также, по мнению депутата, уже сейчас можно принять ряд экстренных мер, которые значительно снизят транспортную нагрузку. Михаил Чавы подчеркнул, что предложенные им ходы не нуждаются в дополнительном или громоздком финансировании. Просто наладить нормальную работу светофоров, свет правильно включать и выключать, является наиболее эффективным способом рассасывания красных мест. Это денег не требует, ну, можно сказать, совсем. Это требует включать мозги. Разработать план ремонта дорог никаких попало, а именно тех, которые остро нуждаются в ремонте. К сожалению, такая проблема у нас в городе есть. Посмотреть, а где у них либо нет разметки вовсе, у нас таких мер достаточно, если либо разметка не соответствует, ну, не оптимально, скажем так. От участников рабочей встречи звучали и предложения о проведении дорожных работ по ночам, созданию интерактивной карты участков с частыми заторами и другие идеи. Депутаты обратили внимание чиновников на состояние дорожной инфраструктуры в сельской местности. Недооборудованы остановки, нет знаков, ни осторожно дети, ни место перехода скота. Из-за этого риски аварии возрастают. Вот нет лежачих полицейских, хотя это необходимо. Предложенные идеи взяли на вооружение в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя. Решение проблем мы видим в двух направлениях. Первое – это организация дорожного движения в условиях сложившейся застройки. Что есть, то есть. Поэтому мы предлагаем разработку комплексной схемы организации дорожного движения. Ваши предложения. То есть мы начнем с них, параллельно разрабатывая все программы, давая проектировщикам в качестве технического задания ваши предложения, те, которые не войдут в краткосрочные мероприятия. Новый, но пока исполняющий обязанности руководителя транспортного департамента обмолвился, что одна из приоритетных задач его ведомства состоит в том, чтобы разработать программу льготного проезда при использовании пластиковых карт-ключей.